приветствую вас на канале парк бокс дорогие друзья тема сегодняшнего видео неисправности турбин прошлое видео кто смотрел а кто не смотрел я напомню было посвящено тому как вообще работает турбина принципы работы видео получилось довольно интересным поэтому если кто не видел оставляю ссылочку в описании а перед тем как начать хочу такую мысль озвучить есть у канала facebook страничка в фейсбуке чем хорош facebook тем что там можно каждый день писать какие-то сообщения какие-то картинки можно размещать потому что вот вы спрашиваете как выглядит тот или иной узел или еще какая-то вещь я не могу в комментарии прикрепить картинку например что подтвердить свои слова и да и сообщество как-то ютубовская не очень удобно и думаю что facebook будет самое то что попрошу вас делать кто пользуется фейсбуком ссылочку я даю в описании пожалуйста зайдите на страничку парк бокс фейсбуковского нажмите на кнопочку нравится все с этого момента вам будут приходить уведомления страничка у вас не потеряется и вы можете там писать какие-то комментарии можете писать личные сообщения если надо что-то обсудить глазу на глаз давайте попробуем приживется или не приживется ну вот все объявления сделал приступаем к турбинам топ-10 самых ненадежных turbo компрессоров так называлась статьям белорусского сервиса который занимается ремонтами турбин ребята собрали статистику с какими турбинами к ним обращаются чаще всего и решили сделать такой рейтинг самых ненадежных турбин ссылочку на эту статью я дам вы сможете и прочитать повторять ее нету смысла скажу лишь некоторые выводы несмотря на то что называется самых ненадежных турбин вы не найдете в этой статье турбины каких фирм имеют внутренние слабые места заводские дефекты которые сами по себе слабые и часто ломаются нет а все идет к тому что турбины гарет турбины borg warner отличные хорошие турбины и у этого сервиса который рейтинг делает топ-10 ненадежных турбин к турбинам претензий нету вообще а претензий есть к тому кто убивает эти турбины а убиваем их мы с вами и производители двигателей допуская в двигателях некоторые просчеты которые могут сократить срок службы трубокомпрессора и ой а очень интересно как мы с вами убиваем турбины потому что способ убийства зависит знаете от чего от состояния кошелька если кошелек толстый значит вы покупаете себе какую-то бэху для того чтобы получать удовольствие от езды естественно зачем вам нужна машина задушен задушенная всякими там экологическими нормами вы едете чипуете эту машинку снимаете ограничения получаете прибавку сколько-то там энное количество лошадиных сил и гоняйте себе свое удовольствие естественно вы машину двигатель ввели в такой режим работы двигатель может быть еще и выдержит но для турбины он экстремальный поэтому перегрев турбины и ей кирдык и есть другой способ полностью противоположный вы себе покупаете какого-нибудь трафика 19 каких-нибудь там мохнатых годов на последние деньги позаимствованные у бабушки и для того чтобы заниматься каким-нибудь малоприбыльным бизнесом потому что сейчас ситуация вот и конечно вы экономите на всем на масле масло вы покупаете у соседа там который от камаза какое-нибудь масло продает фильтра воздушной самые дешевые ну потому что ну на топливном еще не нельзя экономить но на воздушном уж точно можно сэкономить меняйте все это пока масло в смолу не превратится и конечно же ваша турбинка точно также отбрасывает коньки как и турбина той бэхи хозяину которой мажор с толстым с толстым кошельком казалось бы такие противоположные две судьбы и у хозяев и у их машин и какая одинаковая судьба у турбины что же выводит турбину из строя к чему турбина наиболее чувствительно и что же приканчивает ее жизнь значит сейчас постараюсь коротенько если получится по каждому пунктику пробежаться что выводит турбину из строя потом коротко поговорим как экспресс диагностика как оценить турбина нормально или нет поверхностно конечно и в каких случаях мастера приговаривают турбину зря то есть вас отправили покупать новую турбину или ремонтировать а дело было не в турбине вот обо всем этом поговорим и про авиацию я помню в конце я думаю что сервисмены со мной согласятся что на первое место первый фактор который убивает турбину это масло и все что связано с маслом почему потому что турбина вал турбины крутятся на так называемых масляных подшипниках это такая бронзовая втулочка во втулочке дырочки и снаружи подается масло под давлением она создает такую как рубашечку из масла внутри которой крутится этот вал на котором две крыльчатки компрессор рабочее колесо компрессора и рабочее колесо турбины рабочее колесо турбины понятно на него дует выхлопные газы и температура там очень высокая поэтому рабочее колесо нагревается и естественно нагревается и вал и масло этот вал смазывает и охлаждает есть такая рекомендация не перегревать масло больше чем до 120 градусов но мы никак нет у нас таких датчиков для того чтобы смотрели на температуру масла поэтому не знаем но такая цифра есть и вот масло соответственно должно быть не простое а то которое способно выдержать вот эту высокую температуру вала турбины обычное минеральное масло имеет маленький запас по температуре вы можете посмотреть многочисленные видео где люди прожаривают масло в колбах их там кипятят и вы видите что происходит когда масло перегревается она начинает откладывается лаковые отложения откладывается на лед кокс общем и вся вот эта вот фигня то же самое все происходит на валу поэтому если вы залили масло нет то которое надо для вашей машины залили от какого-нибудь нетурбированного двигателя с непонятно какими допусками там подарили вам две канистры масла не на день рождения на валу будут откладываться эти отложения ух теплоотвод будет ухудшаться то есть процесс пойдет быстрее масляный клин и он будет утоньшаться закончится все трением трение металл по металлу износ увеличится радиальный люфт и крыльчатка начнет чиркать по корпусу и турбине кирдык хочу вам дать небольшую подсказку чтобы вы тоже в этих люфтах как-то были менее разбирались запомните просто что люфт это всегда вдоль вдоль осевой люфт это люфт вдоль оси радиальный люфт это люфт вдоль радиуса торцевой люфт это люфт вдоль торцов вдоль торца вот и вам тогда будет просто значит у турбины как правило всегда есть небольшой радиальный люфт но должен отсутствовать осевой люфт это везде говорится и скорее всего вы про это знаете и так масло надо заменять масло надо заливать правильного допуска но это не единственная плохая новость плохая новость в том что в наших условиях масло надо менять никаких 15 тысячах речь не идет я уже не говорю про 30000 или даже про 45 тысяч есть такие масла и я наверное отдельное видео сниму если вам интересно про масла хотя уже тоже было много снята 8000 для дизельного двигателя с турбиной и 567 тысяч для бензинового двигателя с турбиной дело в том что на бензиновом двигателе турбина работает в более напряженном режиме потому что температура выхлопных газов у бензинового двигателя выше и бензиновый двигатель быстрее закисляет масло и портит в общем куча геморроя дальше масло понятно вы меняете масляный фильтр в основном в основном вот люди которые ко мне звонят масляные фильтры покупает нормальные нормальные фильтры на машины европейцы это кнехт мантур flux уфи это вот так в моем понимании за корейцев и японцев не скажу покупайте фирмы фильтры этих фирм не подделки и все будет хорошо по масляному фильтру зачем важен масляный фильтр у двигателя есть всегда естественный износ даже если все в нем работает нормально немножечко изнашиваются вкладыши коренные шатунные изнашиваются кольца изнашиваются стенки цилиндра там распредвалы и все это попадает в масло задача масляного фильтра не пропустить эти микрочастицы во первых во вторых задержать и накопить их в себе дешевый фильтр какой-то фирмы может быть такой который там хочет по дешевке дешевая бумага может быть большие поры может быть меньше денег тратит на эту стандартизацию и соответствие всем этим нормам то есть он может пропускать мелкие частицы он может иметь меньшую накопительную накопительное свойство меньше в себе удержать этих частиц это первое второе я бы очень всем советовал не слушать тех продавцов которые вам продают фильтры от каких-то других машин потому что эти фильтры дешевле конечно если продавец знает четко что давление предохранительного клапана одинаковое потому что в масляном фильтре есть предохранительный клапан идея какая масляный фильтр забился но пусть уж лучше в двигатель пойдет грязное масло чем вообще без масла вот такая логика в этом смысл есть и поэтому там стоит предохранительный клапан который для каждого двигателя рассчитан на какое-то свое давление и вот если вы взяли с какой-то другой машины фильтр себе поставили в котором этот предохранительный клапан рассчитан на меньшее давление то он откроется вашей машине раньше и раньше масло пойдет в магистрали подачи нефильтрованная так вот вот это масло которое содержит себе частички микро частички крупинки металла она на турбину которая крутится в вал турбины крутится со скоростью 100 150 200 тысяч оборотов в минуту она действует как пескоструй и видны следы следы износа вот ровно напротив дырочек в этой бронзовой втулке как вот эти масляные подшипники вот ровно напротив этих дырочек канавки это то что списка струила масло своим внутренним содержимым поэтому масляный фильтр только хорошей фирмы и только такой как полагается для вашей машины . само собой понятно что если двигатель погнал какую-то стружку например там начала грызть распредвалы или там еще что-то или уже вкладыши износились до такой степени что дальше некуда уже там все это желтое видно вот то понятно что это вся фигня будет усиленными темпами идти в масло и усиленными темпами убивать вашу турбину поэтому затягивать с капремонтом с ремонтом двигателя конечно же не стоит что еще можно сказать по маслу как-то так вот исторически складывается что наши сервисы те которые не очень хорошие я бы так сказал они действуют немного однобоко например застучал у вас маховик вы принесли маховик они поменяли маховик все никто не разбирается почему застучал куда он застучал лап турбина у вас например заклинила турбина уже там все износ такой космический никто не разбирается почему она заклинила вы принесли турбину вам ее поменяли если вам гир турбину не посадили на герметик это значит что сервис уже очень эрудированный и все прекрасно знает но есть и ни один случай когда человек ставит на сервисе новую турбину выезжает и буквально через неделю этой новой турбине приходит хана почему а потому что по какой-то причине давление масла который выдает двигатель меньше чем надо а его никто не померил при замене трубе не померил и все маслонасос износился или магистрали там забиты непонятно или уже вкладыши настолько изношены но нет нету нужного давления масла турбине хана дальше есть уже полезли в эту турбину вторая как бы трубка из турбина идет это слив масла если у вас было плохое масло и в турбине вот этот процесс засирания турбины такими шел передовыми темпами то и в эта трубка может быть забита соответственно с турбины ухудшается отток масла меньше масло проходит через турбины хуже все охлаждается опять же нагар кокс и так далее только в этом случае масло еще и будет выпирать из турбины поэтому давление масла слив масла очень хорошо если сервис проверяет при замене турбин или при ремонте турбины или при каких-то ремонте неисправности любых связанных с турбиной остывание турбины turbo таймер все конечно знают turbo таймер и есть наверное категории водителей которые не успев купить себе машину с турбиной тут же бегут покупать турматой turbo таймер устанавливают его себе или когда вот он из дома приехал в магазин за три квартала за кефиром вот он стоит на стоянке остановился и честно две минуты он охлаждает свою турбину он доехал туда на оборотах полторы тысячи и охлаждает свою турбину ну или турбо таймерах охлаждает ребята вот то как я рассказал это лишнее другое дело вы валите где-нибудь по трассе валить этот километров 130 обгоны там или машина груженная и ваша турбинка трудится в поте лица тут жена как обычно или ребенок или я не знаю там какая ситуация но вдруг захотелось кому-то пипи или не дай бог милиция остановил тоже что вы делаете вы сразу к туалету пипи или милиция сразу хлоп двигатель и выключили и что происходит в этот момент турбина разогретая выхлопными газами и вал турбины разогретой через него прокачивается масло и тут прокачка масло останавливается двигатель становился масло насос остановился все и начинается то что в интернете вы видите на видео под названием прожарка масла denis механик вот тоже очень много всяких масел прожарил вы прекрасно видите как масло на вот этих в маленьких сковородочках что с ним происходит вот пока ребенок писает или пока милиционер ваш вас штрафует вот то же самое происходит на валу турбины в этот момент поэтому если у вас такая внезапная остановка если есть возможность не глушить двигатель значит надо его не глушить ребенок идет писать а машина себе работает если милиционер прикажет вам заглушить двигатель тут конечно никуда не денешься но если есть возможность не глушить и если же у вас нету какой-то такой внезапности просто возьмите себе правило минут за пять до остановки например у вас опытные уже попутчики жена они вас предупреждают что вот на какой-то ближайшей заправочке не мешало бы остановиться высевали типа трасс и уже начинаете по чуть-чуть сбавлять скорость их заправочке подъезжайте на скорости 90 70 минутку проехали за это время масло все прокачала все остыло и вы себя спокойненько остановились и не нужен вам никакой turbo таймер впрочем решайте сами физику процесса вы теперь знаете конечно я не претендую на полноту но наверное последнее то что касается масло давайте так подытожим масло это допуска масло интервал замены масло масляный фильтр низкое давление масло забитый слив масло турбина не остывшая тоже прожаривает масло и последнее что я бы связал с маслом это картерные газы то есть любом двигателе есть газы которые прорываются с камеры сгорания как-то попадают в картер двигателя и создают там некоторое давление это называется картерные газы соответственно раз есть картерные газы значит есть система удаления этих картерных газов или как раньше была система вентиляции картерных газов или система принудительного удаления картерных газов что картерные газы куда-то высасываются куда-то на впуск в разряжение попадает на впуск лишь бы не создавать давление больше чем надо в картере так вот когда это давление больше чем надо в картере создается это давление может мешать оттоку масла из турбины это во первых и во вторых как следствие масло может из за них выдавливать из турбины то есть периодически проверяйте открывать и в масло заливную горловину вытаскивайте щуп не знаю как вы там на своем двигателе это делаете но смотрите чтобы напор картерных газов был не сильно большой а такой который вы привыкли видеть ну вот по маслу кажется мы разобрались следующий наш виновник убийца турбин это воздушный фильтр как я говорил многие считают что на воздушном фильтре можно сэкономить может быть и можно но только не случае с турбиной и только не в нашей стране если вы посмотрите техническую документацию вот я вам покажу например рено трафик 1 и 9 до интервал замены воздушного фильтра в тег доки написано 30000 2-4 года мерседес спринтер 60000 2-4 года давайте два года не менять воздушный фильтр у нас одной поездки за камазом который везет песок из которого сыпется со всех сторон или где-нибудь там работники ремонтируют дорогу и ветер пылюк угонит одна такая поездка и все какие два года так вот в турбированных двигателях турбина создает разряжение после воздушного фильтра она по сути турбина как пылесос в пылесосе стоит точно такая же крыльчатка точно такой же компрессор вот и там создается разряжение соответственно если воздушный фильтр будет забит разрешение разряжение может превысить какую-то норму и масло начнет высасываться из турбины высасывается масло из турбины крыльчатка его запускает в интеркулер во впускной коллектор и дальше пошла вот эта вся хрень реакции которые связаны с маслом попаданием на впуск ну какая хрень интеркуллер если внутри он обволакивает его масло ухудшается теплоотвод ухудшается теплоотвод падает мощность а вы себе думаете чего мощность упала у вас интеркулер в масле масло попадающие на вход двигателя понятно что плохо мало то что засираются все датчики которые там датчик давления наддува все это засирается так это масло горит и попадает на выхлоп в общем очень нехорошая вещь лучше бы этого не было поэтому воздушный фильтр меняйте не каких-то там два года нет меняйте каждую замену масла каждую замену масла если в вашем двигателе стоит турбина едем дальше то что касается состояние двигателя я бы сказал очень не любит турбина когда у двигателя есть масло жор то есть когда у вас износились маслосъемные кольца сальники клапанов и какие-то другие причины по которым масло попадает в камеру сгорания и сгорает масло сгорает не полностью и часть частично это сгоревшие масло этот масляный туман липкий вместе с сажей валит выхлопной коллектор там это вся смола налипает на крыльчатку турбины закупоривает геометрию геометрия перестает поворачиваться ухудшает теплоотвод накапливается кусками потом эти куски отваливаются очень нехорошая вещь и вопрос как же понять что допустим двигатель начал подъедать масло масло может подъедать турбина масло может подъедать двигатель ну как бы есть такая рекомендация что смотрят выпускной коллектор если выпускном коллекторе есть масло значит двигатель жрет масло это двигатель если же выпускной коллектор сухой а масло после турбины на выпуске значит эта турбина гонит масло но также есть такой еще один народный способ не знаю насколько он правильный и для всех ли он подходит но суть его заключается в следующем когда ухудшается из-за износа уплотнения турбины которые предотвращают выход в масло на выпуск туда именно турбинной части турбина не удерживает масло в себе но способ чем заключать и машина начинает дымить вот машина стоит работает на холостых и идет такой дымок или когда вы там даете газу идет дымок и на некоторых машинах если в этот момент открутить снять крышку масло заливной горловины дымок пропадает и говорят так что если такое происходит значит виновата в масло жори турбина почему это может происходить это может происходить потому что при как бы штатном давление картерных газов турбина уже не удерживают в себе масло и поэтому она идет на выпуск горит и вы видите дым но если вы открываете крышку масло заливной горловины давление картерных газов падает и такое давление турбина еще масло и соответственно поддавливание масла в турбине тоже уменьшается и такое давление масло турбина способна удержать в себе и дым прекращается это такая версия не знаю насколько она правильно логика в этом есть можете покритиковать в комментариях состояние катализатора и сажевого фильтра очень плохо если катализатор забит катализатор забивается за турбиной возрастает давление возрастает давление и рабочее колесо турбины начинает прижимать к шайбе в которой она упирается и там начинается износ повышение температуры в общем все это в конечном счете приводят к кончине турбины вот как это диагностировать здесь я никаких советов дать не могу потому что в наших краях совет один вырезать катализатор удалить сажевый фильтр ну и заключение я хотел бы сказать про чип тюнинг и какой-то тюнинг любой любые вмешательства с целью улучшения конструкции двигателя эти улучшения у нас бывают двух видов первое чтобы увеличить мощность второе чтобы касается клапана игр чтобы клапан игр как бы не засирал двигатель когда вы увеличиваете мощность вы повышаете температурную нагрузку на турбине а турбина это так высоко нагруженный температур на узел особенно бензиновых моторах поэтому любое повышение мощности выше штатного приведет ускоренной кончине турбины я не знаю какое там надо масло заливать может какой-то надо такое мега синтетическое масло которое ужасно дорогое и все равно его меня часто но если это у вас какие-то гонки может быть она того стоит и бабла у вас много вот то что касается клапана игр ребята настолько спорная тема я не знаю может быть я соберусь конечно силами и сделаю видос про клапан игр потому что ну добрая половина не понимает зачем он нужен как он работает что он там засирает или не засирает если вам интересна эта тема пишите в комментарии также как затягивание в пикировании я так понимаю затягивание в пикировании интересно там лайков понаставили я про обязательно про это расскажу вот если про клапан игр интересно если еще не перемололи эту тему в интернете уже до такой степени значит я и про него расскажу а мы двигаемся дальше немножко по такой уличной диагностики ну вижу понятно что на улице вы очень ограничены средствах и способах диагностики турбины но кое-что вы сделать можете первое это звук даже если вы не умеете его не имеете музыкального слуха вы все равно услышите когда звук у турбины изменится и вот если изменился у турбины звук значит надо пристальнее на нее посмотреть как посмотреть я я в конце скажу дальше мощность ну конечно турбина если она не додувает падает мощность вы тоже это почувствуете особенно при движении в гору масложор увеличился масложор турбина как бы один из первых кандидатов на масложор это все признаки если у вас одновременно у изменился звук упала мощность появился масложор вот это все как бы не очень хорошо ну первое что вы делаете конечно вы снимаете патрубок от воздушного фильтра идущий к турбине и смотрите краетчатку если вы можете как-то сблизи на нее посмотреть или с помощью вот этого эндоскопа чудесного который у нас был очень хорошо ищите зазубринки если на крае щатки есть зазубринки от того что воздушный фильтр пропустил какие-то мелкие частички это очень плохо потому что зазубринки вызывает дисбаланс турбины дисбаланс он может сам по себе звук менять эти зазубринки могут давать какой-то свист все это приводит к тому что будет будут разбиваться втулки вал или рано или поздно колесо начнет чиркать корпус и турбине начнет будет хана вы можете посмотреть на эти зазубринки вы можете посмотреть на наличие масла в патрубке если масло значит оценить состояние воздушного фильтра их количество этого масла если в этом чуть-чуть капелька может не так страшно и вы можете проверить люфт взять пальцами за вот эту гайку которая прикручена кренчатка компрессора рабочее кольцо компрессора и посчитать его вверх вниз влево вправо и вперед назад вверх вниз лево вправо это радиальный люфт он допускается главное чтобы не чиркала корпуса а вперед назад не допускается если есть люфт вперед-назад осевой люфт это очень нехорошо надо уже как бы думать о ремонте или о замене и как крутится сама крыльча . если на крутится тяжело со скрипом но сами понимаете вот допустим у вас упала мощность и может быть вы слышите какой-то еще непонятный звук а может и не слышите но мощность упала увеличивался расход появился черный дым богатая смесь как мы понимаем вы снимаете эти все патрубки видите гладенькие чистенькие крыльчатки у вас там нету масла нету никаких лишних люфтов крыльча . крутится прекрасно масложора нет вот в таких ситуациях некоторые мастера приговаривают турбину к замене или к ремонту и я бы не спешил это делать потому что есть вещи которые могут вызывать подобные эффекты при исправной турбине вот о них и сейчас кратенько и расскажу первое что я бы проверил в таких случаях это отсутствие утечек воздуха тот который под давлением который идет на впускной коллектор могут ну не треснуть эти резиновые эти шланги но в них может появиться такая как трещина туда может уходить воздух если пластмассовый впускной коллектор он может треснуть из него может выходить в воздух и интеркулер тоже может или треснуть или протереться бывают случаи если вы там неудачно заехали на бордюр немножко сместился ваш радиатор диффузор радиатора и начал она чиркать по интеркулеру чиркала чиркала и прочеркала там дырку а поскольку но под под пластмасса этого диффузора телевизора то вы не видите эту дырку она там есть лично глазами такую видел вот в первую очередь проверьте нет ли никаких посторонних утечек они могут сопровождаться каким-то свистом насчет дополнительного звука если с этим все в порядке значит дальше можно подумать нужно обязательно убедиться что в порядке у вас система управления турбиной система управления турбиной это что это компьютер блок управления двигателем у этого компьютера есть глаза и уши то есть датчики и есть руки-ноги руки это вакуумные коробки актуаторы и так далее с помощью датчиков компьютер определяет какое сейчас у вас положение педали газа датчик педали газа сколько прошло воздуха через датчик массового расхода воздуха какое давление создал создала турбина через датчик давления наддува неисправность любого из этих датчиков может повлиять на работу турбины то есть компьютер будет выдавать неадекватные команды по управлению турбиной это первое второе если датчики все в порядке компьютер выдает эти команды но до турбин они не доходят турбины современные управляются или вакуумом или стоит электрический с электромоторчиком актуатор если турбина управляется вакуумом значит вакуум где-то берется как правило вакуумном насосе и если у вас этот масло вакуумный насос дает недостаточно вакуума педаль тормоза стала тугая стала тугая педаль тормоза и пропала тяга нету вакуума не управляется турбина почините а потом уже ремонтировать турбину можно если мы если придется дальше клапан управления турбиной электрический когда туда понатыкали кучу вот этих всех механизмов чем их больше тем тупо меньше надежной системы клапан управления турбины электрическая часть вышла из строя контакты где-то отходят он только он тащит то не контащит надо проверить и все эти вак вакуумные пневматическая его часть эти трубочки трубочка потрескалась вакуума где-то утечка недостаточно он не может создать нужное так сказать разряжение вакуумной системе некоторые трубочки соединяя с атмосферой на конце трубочки находится специальный фильтрик который не дает всякой гадости попадать в вакуумную систему мало кто этот фильтрик вообще знаю что он там есть он там есть и он там забивается иногда и когда вот он забьется окончательно тоже вся эта система начинает работать неправильно эти трубочки и дошло все дело до мембранной коробки на пружине если в этой мембране есть трещина понятно что усилия вакуума будет не хватать чтобы выдвинуть или задвинуть актуатор на нужную нам величину это все нужно проверить для того чтобы убедиться что вся эта ки-ми не матика турбины работает нормально если электрический актуатор там моторчик червяк и такой зубчатый сектор как зубчатое колесо со временем если пылюка кругом или просто пластмасса слабенькая изнашивается это колесико и там возникает люфт а поэтому люфту компьютер как бы хочет понять в каком положении сейчас находится геометрия а там даже небольшие значения имеют как бы большой вес вот а из-за того что этот люфт она думает что геометрия находится в одном положении она находится в другом положении и мозги потихонечку начинают дурить и выдавать неадекватные команды вот это вот все нужно проверить перед тем как принимать решение разбирать турбину менять в турбине картридж или покупать новую турбину вот друзья я надеюсь я тему с турбинами так уже в сколько времени видео занимает хочу сказать напоследок если вы уже каким-то образом лезете в двигатель что-то там чините меняйте даже если если есть возможность почистите выпускной коллектор бывает в нем накапливается эти наслоения которые отваливаются кусочками и портят турбину посмотрите в каком состоянии выпуск катализатор проверьте масло сливную магистраль от турбины трубка масла чтобы там все сливалось чтобы не забита и что картерные газы у вас не валят если вы купили машину бы уж на выше понимаете эти все фильтра в европе они менялись вот так раз два года раз четыре года поэтому очень очень это все надо проверить почистить привести в порядок и потом машинка будет долго ездить и радовать вас все по турбина все значит ребята про затягивание в пикирование для того чтобы это видео не удлинять я его сделал отдельным видео и она сейчас тоже доступно вы просто переключайтесь на то видео я его поместил в раздел разное для того чтобы критики меня там не сильно пинали что канал про запчасти а мы там про пикирование говорим вот и пожалуйста это видео досмотрели чайку попили и погнали смотреть про пикирование не забудьте про фейсбук вашим машинкам бегать не ломаться вам всего самого хорошего